Для этого мужчины сегодняшняя встреча с лесниками стала полной неожиданностью. Он спокойно вез елку в салоне автомобиля к себе домой, не имея документов на покупку. После этих слов любители елок и след простыл. Нарушитель при встрече с лесниками настолько растерялся, что бросил свою машину прямо на дороге, причем сделал это так, что она застряла. Сам ушел по вот этой дороге и сказал, что скоро документы будут. Здесь мы ждем его уже минут 15. Найти его удалось в питомнике, где, как выяснилось, и была приобретена елка. Документы были уже на руках. Елку выписал с утра, документы забыл дома. Съездил, привез. Под такую колючую проверку сегодня попали десятки автолюбителей. И большинство из них считает, что лучше купить, чем незаконно губить. Каждый год стараемся вот сюда приехать и купить елочку. А что? На базаре очень дорого. В питомнике и цены ниже, и выбор больше. Здесь 2000 деревьев. Есть елки, сосны и голубые ели. Кстати, последние пользуются невероятной популярностью. Она очень долго держится. Но некоторые предпочитают ехать в лес, вооружившись топором, нежели купить дерево. В Сатарстане лидерами по незаконной вырубке хвойных являются Арский, Кукморский, Балтасинский и Отнинский районы. Чтобы спасти деревья, лесники объединили усилия с сотрудниками автоинспекции и полиции. Сегодня полномасштабный рейд прошел и в Автограде. Без нарушений не обошлось. Поехали в сторону дома. Видели на обочине связанную елку, остановились и в это время тоже остановились. За такое нарушение предусмотрен штраф. Который составляет для граждан от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 40 до 50 и на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Подобные рейды продолжатся до Нового года. Кто еще не приобрел лесную красавицу, советуем делать это у официальных продавцов. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань, Лаишевский район, Набережные Челны.